Здравствуйте, друзья! 31 марта, город Каменскуральский, Свердловская область. Сегодня приступаю к посеву замечательного цветка Рудбекия. Рудбекию мы должны посеять последние числа марта и до конца апреля обязательно мы должны уже посеять Рудбекию, если мы хотим получить хорошее обильное цветение. С семенами в грунт также можно посеять, но в этом случае она зацветет позднее, если мы прямым посевом семян в грунт посеем. Поэтому я сею на рассаду. Рассаду вырастить Рудбекия очень легко. Все здесь представленные пакетики, все сорта Рудбекии у нас есть на данный момент в магазине в продаже. Магазин наш находится в городе Каменскуральский по адресу проспект Победы 48 в центре здания. Называется магазин очень коротко «Дача». В свое время, когда я познакомилась с этим замечательным растением, это было уже почти 40 лет назад, когда я познакомилась впервые с Рудбекией. Я приобретала просто желтую, чисто желтую Рудбекию. 40 лет назад у нас не было такого разнообразия Рудбекии. И особенность этого цветка в том, что несмотря на то, что это однолетнее растение считается, но он сеется самосевом в дальнейшем. Если мы осенью не уберем после цветения, вот такие шишечки формируются в центре каждого цветка, если мы их не удалим, не срежем, то у нас будет самосев. То есть семена эти насеются. И вот такая характерная особенность Рудбекии, если вы посеяли, допустим, вот такой сорт или такой вот окраски сорт, то из самосева у вас уже получатся абсолютно разные окраски. То есть даже не такие, как вы приобретали, а гораздо больше этих будет окрасок. Также и лепестки будут совершенно разные. Есть лепестки такие прям в трубочку закручиваются. И полумахровые, и махровые, и простые. И я, конечно, рекомендую вот сразу, если вы впервые решили посеять Рудбекию, взять 2-3 сорта. Почему? Потому что если вы оставите осенью вот эти шишечки, не срежете, то уже на следующий год у вас будет не 2-3 сорта, которые вы посеяли, а сортов 5 или 6 этой Рудбекии. То есть и они настолько все красивые. Я даже вот не знаю. Нет, не красивые, на мой взгляд, Рудбекии. Они только отличаются по высоте. Вот смотрите. Рудбекии окраски осени. Это аэлита. И осенние краски. Тут, в принципе, один и тот же, одна и та же смесь должна быть. Высота растения 60 сантиметров и диаметр цветка 6-10 сантиметров. Здесь у нас в пакете 0,1 грамма семян. Семена не мелкие. Сеять их очень легко. Я буду сеять осенние краски. Здесь 30 семечек. Высота также мы видим 60 сантиметров. И вот такая вот смесь очень красивая. Диаметр цветка тут не указан, но он также 6-10 сантиметров. Вот отсвечивает. Да, все. Дальше. Дорога к славе. Это 80 сантиметров высота. Есть трябинный глаз. Очень красивая. Очень яркая. Рудбекия. Прям так сложно снимать. Все глянцевая. 70 сантиметров высота и 10 сантиметров диаметр цветка. Да, вот здесь у нас дорога к славе. Цветок диаметром 12 сантиметров. По-новому сейчас стали указывать диаметр русский огород. Вот, обратите внимание, что высоту они в этом окошечке указывают, а диаметр цветка внизу. Впервые вот это заметила. И замечательная рудбекия тото. Тут всего 10, по-моему, семян. Да, 10 семян. Это самая низкорослая из рудбекии. Высота всего 30-35 сантиметров. И диаметр цветка 7 сантиметров. И здесь вот такая вот смесь. Очень красивая рудбекия. Вот это рудбекия, по-моему, в капсулке. Вижу, что там капсулка есть. Как же посеять рудбекию? Очень просто. Вообще, рудбекию мы для того, чтобы получить обильное, красивое цветение, пышное, и для того, чтобы растение не вытягивалось сильно, его нужно высаживать на постоянное место. Либо на открытое солнечное место, либо на то место, где хотя бы половина дня солнечно. Если мы высадим ее в теневое место, она, конечно, будет цвести, расти, но она будет очень вытягиваться сильно, и цветение будет не такое обильное. Вообще, в целом, когда распускается цветок, один цветок может находиться на растении до месяца он не вянет. То есть очень длительное цветение. Зацветает рудбекия где-то ориентировочно так в середину июля, ближе к концу июля, и цветет, пока не замерзнет. Очень красивая. Я, конечно, всем рекомендую. Посеете рудбекию, останетесь. Ну, просто в восторге от этого цветка будете. Так, не могу понять, где у меня ножницы. Так, ну что, друзья, приступим к посеву. Грунт. Грунт я взяла радугу. Самое главное, в грунт добавить разрыхлитель. Я, конечно, рекомендую в этом году всем вот такой почвобрикет Биомастер. Очень хорошо в качестве разрыхлителя его добавлять к любому грунту. Из такого почвобрикета получается 10 литров готового вот этого, ну, я его называю разрыхлитель. Также есть вот такой вот почвобрикет Биомастер. Если вы пересаживаете, допустим, питуньи, пентасы, фиалки, вот то, что любит кислый грунт, в этом случае нужно брать такой же почвобрикет Биомастер. Но здесь уже вы прочитаете, написано кислый торф. И у вас будет замечательная рассада. Вот сейчас очень многие уже приходят, покупатели наши садоводы, и жалуются, что питунью распикировали. Она какая-то невеселая, не очень яркая окраска, бледненькая. Но это как раз говорит о том, что грунт ей не подходит по кислотности. Нужно подкислить грунт. Если вы не добавили сразу вот этот кислый грунт, кислый торф, то тут я уже рекомендую пользоваться фитокислинкой. Здесь нам этого ничего не нужно. Обычный грунт радуга. Я смешала вот с этим почвобрикетом крепкая рассада. Есть он еще универсальный. Грунт получается очень рыхлый, очень такой хороший, воздухопроницаемый, влагоемкий. Прям замечательный грунт получается. Не любит рубеки застоя воды. И даже вот летом, любое жаркое лето, ее можно не поливать. Вот. Ну и что, как же мы будем сеять? Вот такие я взяла контейнеры. Набила сразу, заполнила грунтом. Все, конечно, подписала. Обязательно уплотняем вот эту поверхность. Прям плотненько выравниваем, чтобы все ровненько здесь было. И начинаем сеять семена. Так. Сейчас я увлажню. Можно сделать бороздки. Можно сделать бороздки и поместить семена в бороздки. Я не буду сеять бороздками. Семян. Сколько здесь? Тридцать штук я... Да, тридцать штук. Я просто распределю по поверхности вот этого выравненного грунта. Обязательно увлажняем. Увлажняем вот так вот из опрыскивателя. Будем сеять сухими, конечно же, семенами. Не слишком сильно увлажняем. Где-то примерно на полсантиметра, максимум на сантиметр. Вода простая. Можете добавить какие-то стимуляторы. Но я не добавляю. Так. И сейчас что мы делаем? Семена не мелкие, нормальные. Вот такие вот. Похоже на ромашку, только у ромашки посветлее семена, а тут потемнее. И просто вот я их так вот в отечественном порядке расплю. Как тут у меня получится. Как они упадут, так и упадут. Да, затем мы, когда их будем высаживать на постоянное место, сразу рядом несколько кустиков нужно высаживать. Погуще. Чем погуще мы ее высадим, чем гуще, тем она лучше будет. Она будет придерживать друг друга. Кустики не будут разваливаться. Хотя я не могу сказать, что она сильно разваливается. Но если вдруг какие-то ураганные ветра, там, град, и вот когда она все-таки высажена погуще, она, конечно, придерживает друг друга. Так. Слишком глубоко мы ее не засеиваем. Примерно с полсантиметра добавляем грунта. И также выравниваем аккуратненько. и вновь вот так вот уплотнили грунт. Прямо посильнее уплотняем. В этой емкости тут сколько? Примерно 4 сантиметра грунта в этой емкости у меня рудбекия будет находиться до высадки на постоянное место. Достаточно будет ей грунта. Она не требовательна к подкормкам. Не такая, как петуния, допустим, как и устома. Нет. Очень простое растение. Так. Ну и все. Накрываем крышечкой и будем ждать, когда она взойдет. Всходы появляются не быстро. Примерно через 7-10 дней. Может 14 дней пройти с момента входа. Желательно. Всходов. С момента появления, посева до появления всходов желательно, конечно, чтобы температура была в районе 20-25 градусов. Для того, чтобы она быстрее взошла. Ну и все. Вот сейчас таким образом я всю рудбекию посею. Друзья, очень рекомендую это замечательное растение. Когда цветет рудбекия, ну от нее просто глаз не оторвать. Настолько простое растение. Цветок простой, но он такой яркий, такой красивый. Цветет очень долго. Да. И вот по поводу того, что может быть мне сейчас кто-то напишет, что она как сорняк размножается. Да. Она самосевом хорошо сеется. Но если вы не хотите, чтобы у вас рудбекия насеялась, то осенью, когда вы видите, что у вас сформировались вот эти шишки, можно их просто срезать. И таким образом она у вас не насеется. Но если даже, если она у вас насеялась, от нее очень легко избавиться. У рудбекии неглубокая корневая система, очень легко удаляется. И в принципе нет таких проблем, что как-то от нее избавиться. От нее избавиться очень просто, если она у вас вдруг посеялась куда-то, где бы вам не хотелось, чтобы она росла. Друзья, всем до новых встреч. Пока-пока.